Звуки военного оркестра и ружейные залпы. Перед вечным огнём застыли шеренги. Воздать почести уссурийцам, которые пали на фронтах сражений, пришли жители округа, военнослужащие и юнормейцы. Цветы к памятнику возложили в честь 77-й годовщины со дня окончания Второй мировой войны. Сегодня мы прибыли на праздник для того, чтобы почтить память наших воинов, которые обеспечили нам такую вот безоблачную мирную жизнь. Низкий поклон им. Шесть лет и один день продолжалась Вторая мировая война. В ней участвовали 62 государства, 110 миллионов человек. В Уссурийске, как и во всей стране, в любой семье были те, кто принимал участие в событиях. Наши земляки героически трудились в тылу и на передовой. Мой свекор как раз воевал, Макаренко Василий Петрович. Он воевал как раз в этой войне. Он был пулемётчиком. После минуты молчания в память о погибших возложить цветы к памятнику пришли представители администрации округа, ветераны, общественники и жители города. Вместе со всеми цветы к вечному огню возлагали и участники движения Юнармия. Мальчишки и девчонки на деле показывают свой патриотизм. Дети активно помогают ветеранам, не забывают поздравлять с праздником Победы, дарят цветы и подарки. Мы стремимся к тому, чтобы стать такими же, чтобы о нас помнили. Мы воспитываем патриотизм у нашей молодёжи сегодня. Это главное. Но самое ещё главное, учим их чтить память о своих прадедах, дедах и наших отцов. Примечательно, что именно здесь, на Дальнем Востоке, война и закончилась. Наши земляки приняли участие в разгроме Квантунской армии в составе сухопотных войск и Тихоокеанского флота. Евгений Михайлов, Игорь Антонов, Телемикс. Евгений Михайлов, Игорь Антонов, Телемикс.